Так, я придумала крутой челлендж. Богатая собака против бедной. Тянем в рябий. Я выбираю эту, посмотрим, что тут. Блин, я бедная. Ну ладно, пошла учиться быть бомжом. Ура, а я богатая. Сделаю-ка я себе массажные процедуры. Слуги, включайте. Ух ты, сколько собак. Неужели у меня будет много друзей? Привет, ты кто? Я имечу, привет. Хочешь со мной дружить? И почему вы с той стороны зле и шутки? Потому что мы собаки богатых людей. У нас есть богатые хозяева и с нами гуляют. А ты иди отсюда, нищая. Ну и что, что мне к вам нельзя? Я найду себе других друзей. Где-нибудь в другом месте. Я проснулась утром в парке под скамейкой. Потому что у меня нет дома. И нет кровати. Так что я сплю на улице. Зато у меня тут есть второй этаж, видите. И вообще даже крыша есть. Утром надо пойти умыться и позавтракать. А я, так как я очень богатая собака, я просыпаюсь в своей шикарной спальне. Огромный кинг-сайз кровати. Ко мне приходит моя домработница. Что будете на завтрак? Все, что я люблю и побольше, пожалуйста. Ладно, как скажете. Можно со мной как-то по-культурнее разговаривать? Вы же прислуга, я вам деньги плачу. Да, извините. Так, я сходила в туалет. С лугом я смывать за собой не разрешаю. Освежу немного воздух и пойду в ванную. Утречком я иду в общественный туалет под названием куст. А потом, как где-нибудь на дороге. Где придется, в общем. До того, как за мной приедет мой личный водитель, чтобы отвезти меня в магазин, салон красоты, спортзал. И до завтрака, конечно же, мне надо принять ванну. Но сначала придет мой массажист и сделает мне массаж. Раньше я умывалась вот в этом фонтане вместе с утками и гусями. Пернатая братва от меня вся знает. Привет, Юмичу, доброе утро, иди к нам, Юмичу. Не могу, пацаны, теперь тут построили забор. И один раз, когда я через этот забор вот так вот перелезла, чтобы принять ванну, меня отсюда выгнали охранники. Чуть не арестовали полицейские, представляете. Поэтому, ребята, теперь я с вами купаться не могу. Жаль, 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 пока-пока-пока. Эх, я рассчитывала на этот пруд, но он весь высох. О, есть одна речка. Может, к вечеру туда доберусь шерсть свою постирать. А сейчас фиг с ним, буду ходить грязно. Так, я приняла ванну. А что это у меня сегодня такой завтрак бедный, а? Слуги, вы что? Я не поняла, я что, по-вашему, на свинью похоже? На обед закажите что-нибудь из ресторана. А сейчас так есть охота, что уж поем эти ваши обедки? А, в животе учит. Короче, потом лужу какую-нибудь найду. А сейчас срочно пожрать надо. Какие у меня есть варианты? Вон, двумаги и жут. Поэтому, иногда я стою у ресторанов, там вкусно пахнет, и я попрошаю ничего. Сегодня, никто ничего в рейстике не дал. Придется у кафешек подбирать. Осторожно, чтобы не заметили, вон какой-то кусочек. А, это не еда. Еще помойки и мусорные баки спасают. Но сегодня я опоздала, и весь мусор уже убрали. Ладно, есть еще вариантик. Проникнуть за кем-нибудь в магазин. А там часто валяются всякие крошечки. Ими, конечно же, наедаться тяжело, потому что нужно обойти вообще весь магазин, чтобы найти хоть крошечку. Еще и от охранников надо прятаться, чтобы не заметили. Под полками часто бывает вкуснятина. Это лужи-гольф, похоже, на завтрак. Иногда еще у кассы, у людей какая-нибудь еда из-за рта вываливается. Все равно в животе урчит. О, есть еще местечко. В кафешках иногда на столе остаются остатки какой-нибудь еды. Ну, вот и позавтракали. Эй, слуги, закажите мне новый телефон и компьютер. А то эти мне надоели. Им уже два месяца, хочу что-нибудь поновее. Ладно, пока жду свою машину, поиграем в игры. Что-то мне надоели все эти старые компьютерные игры. Надо пару десятков новых прикупить. Чем бы себя развеселить в моей бедной жизни? Надо как-то пробраться в закрытый парк аттракционов. Пока там никого нет, поиграю. Я нищий король этого парка, пока меня не поймала охрана. Могу лазить тут, где хочу. По лесенкам тёп-тёп-тёп-тёп. Сейчас скачусь с американской горки вниз, пока никто не видит. Вот веселуха будет. И-у-у, погнали! Класс, класс, я еще хочу, пока меня не застукали. Мне нужна разная одежда в спортзал, салон красоты, на шопинг. Столько одежды надеть нечего. И зеркало это в моей гардеробной меня полнит. Надо слугам сказать, чтобы поменяли это зеркало. Придется опять ехать в магазин за шмотками. Какой красивый зал магазин, и столько тут одежды красивой. И вся она такая дорогая. У меня на такое денег нет. О, может мне попрошайничать начать? Водитель за мной приехал на грязной машине, вообще офигел. Уволила его, сама поеду. Я что, зря на курсы вождения ходила? И вообще, пора новую машину купить, это мне надоело. Ух ты, я нашла свой собственный спортзал на улице. Опять этот тренер гоняет меня по беговой дорожке. Все время говорит, что мне надо похудеть. Пусть сам худеет, надо тренер сменить. Скатиться это легко, вот интересно, можно ли на эту горку обратно забраться? Не по лестнице, а прям по горке. Вот капец, как настоящая беговая дорожка. Так и похудеть недолго, я и так мало ем. Так надоели мне все эти ваши тренировки в общественном бассейне с общественным тренером. Пусть мои слуги купят мне нормальный бассейн в своем собственном дворе. Это что еще такое вы купили? Я даже сюда залезть не могу. Где вы вообще это взяли? Вы на мне экономите деньги? Какой-то кусок пластика. Еще и вода какая-то тут грязная и холодная. А ну, слуги, закажите мне нормальный джакузи. Вот это я понимаю. Теплая водичка, джакузи. Только мне мой частный тренер не нравится. Он меня всякие упражнения делать заставляет. Увольте его, понятно? Нашла я, короче, речку. Она капец холодная, капец грязная. Я плыву против течения. Зато я себя постираю. Может кто-нибудь со мной хоть подружится, если я не буду как бомж? После спортзала в салоне красоты я приняла озоновые ванны. Меня помыли и помассировали супер премиум шампунем и кондиционером. Сделала себе классную новую причесочку. Пора на шопинг. Машины нет, в автобусы меня не пускают, в метро тоже. Пешком приходится ходить каждый день много километров. Че-то я устала и пить охота. О, рядом с собой этим магазином есть халявная миска с водой. Хорошо хоть не из унитазов приходится пить. Парочку новых игрушек куплю. Может сумочку новую прикупить? Это не хочу. Че бы еще выбрать? О, может мне новый домик нужен, а? Мисочку новую можно. Еще одна лежанка мне не помешает. И вкусняшка на вечерке ножку посмотреть. Люди добрые, не проходите мимо, помогите пожалуйста. Бедной собачке хоть копеечкой на еду. Положите пожалуйста мелочь, а лучше купюрку, вот в мою шапочку. Я ее специально на помойке для этого нашла. Мда, купила я парочку новых игрушек еще. И они тоже неинтересные. Че-то вообще в игрушек мало играть нечем совсем. И новые не нравятся, и старые надоели. Че там у меня в корзине покупчик, вроде я мячик какой-то себе новый взяла. Ну ладно, мячик ничего, вроде нормальный, прыгает нормально. Че бы, во что бы еще мне поиграть. Вот эта игрушка вроде ничего, вроде прикольная. Здесь и канатики, и мячик есть. Хотя она не отличается от тысячи моих игрушек. Но когда новенькая, вроде как и играть интереснее. Надо было мне все-таки не 10, а 20 новых таких купить. Закажу слугам, пусть привезут. Раз нет у меня друзей, придется мне самой себя веселить и самой с собой играть. О, палочка, я могу с тобой играть. Смотри, раз, и ты упала. И сейчас я тебя, раз, подниму, и ты снова упадешь. Че-то ты какая-то скучная. О, а есть другая палочка с цвета. О, какая штука есть, давай с тобой играть. Ну, а ты че-то какая-то огромная. О, можно листья в деревьях ловить. Ю-ху, нет, че-то скучно с деревьями играть. Похвастаюсь подружкам, купила себе новую розовую лежаночку. А еще вот такой вот экологичный домик. И еще одну. Ну, а что, в каждой комнате, между прочим, которых в моем огромном доме очень много, мне нужен свой диван, понятно? Слуги, вот этот домик надо перенести. Че-то мне он как-то тут не смотрится. Пытаюсь найти себе новую лавку, новый дом. Хотела сменить место жительства, но это очень неудобно, капец. Вот это ничего, тут крыша есть. Ну, правда, рядом дорога опасная. И она очень холодная, потому что железная. А это, по-моему, слишком горячая, потому что бетонная будет нагреваться на солнце. Нет, ничего не нашла, придется возвращаться спать под мою лавку в парк. Посмотрю свои видео. Столько всего сделала, сегодня так устала. Играла в компьютер, в игрушки. Шопилась, сходила в салон красоты. Насыщенный, активный день, пора отдохнуть. Слуги принесите коктейль. Спасибо вам, добрый человек. Это мои первые деньги, которые я заработала по прошайничествам. Че ты, позорные деньги? Лучше уж послушаю совета той старой бабули собаки, которую я встретила в парке. Она сказала, что мне надо пойти учиться, а учеба даст мне возможность устроиться на классную работу, зарабатывать деньги и больше не быть бедной и не спать на этой дурацкой скамейке в парке. Пока, скамеечка.